Ожидали веселое времяпровождение и отдых, а попали в максимально приближенный к казарменному быт с армейским порядком. Артисты театрального коллектива «Импульс» признаются, что первыми впечатлениями от лагеря были неожиданность и даже шок. При заезде мы были в каком-то смятении, даже ужасе, потому что то, что мы увидели, это было что-то с чем-то. Приближенность к этим армейским условиям, холодная вода, казарме, в которых мы жили, это было невообразимо. Но со всем этим нам помогли наши инструктора, которым огромное спасибо. Они очень сильно помогали нам, они заботились о нас, делились советами, о которых мы раньше даже не знали. Это что-то было новое для нас. Дальше хотелось бы сказать, что нам также помогли приспособиться и дети, которые там. В отличие от детей, я, конечно, представляла, что может их там ждать и что такое военный спортивный лагерь. Но я до последнего молчала, потому что была уверена, что такой опыт, бесценный опыт, он очень пригодится. Нарядные платья девчонкам пришлось убрать подальше, ведь основной одеждой стала военная форма. Распорядок дня в лагере был строгий. Подъем в 7 утра, отбой в 22.30. В течение дня строевая, огневая, тактическая подготовка, спортивные состязания, полевые стрельбы, дежурство на кухне и, как в армии, на тумбочке. А за нарушение уставов в качестве наказания, приседания для девочек и отжимания для мальчиков. Скучать ребятам в лагере не пришлось. У мальчиков там были занятия, на которых мы узнавали, как правильно разбирать и собирать автомат, из каких частей он состоит. Мы были на занятиях по рукопашному бою и метанию ножей. Там к нам приезжал чемпион России по метанию ножей. Он проводил мастер-класс, где рассказывал, как правильно держать и метать нож, саперную лопатку или же, в крайнем случае, топор. На занятиях по разборке и сборке автомата нам рассказали, что сначала достается шампу, потом магазин и так далее. У нас почти не было свободного времени, поскольку у нас постоянно были занятия, и это нас довольно увлекало. Мне очень запомнилось занятие по метанию ножей, так как именно там я познакомилась со всеми девочками. Я подходила за помощью, так как девочки были более подготовленные. Они мне рассказывали, как правильно держать нож, с какой силой его метать. И мы до сих пор поддерживаем связь в соцсетях. У меня появилось очень много друзей и знакомых во Владимирской области. Самыми запоминающимися, наверное, для меня конкурсы были. Это конкурс «Память сильнее времени», это конкурс ЕСС-очинений. В этом конкурсе я занял третье место, был награжден грамотным и почетным призом. Также был проведен конкурс рисунка «Что такое подвиг?». Там я тоже занял третье место, получил грамоту и почетный приз. Из мастер-классов больше всего запомнился мастер-класс по альпинизму. Там нас учили передвигаться по канатам вертикально и горизонтально. Также нас научили делать страховку руками. В будущих наших номерах, там, где участвуют военные постановки и так далее, для нас это огромный опыт и он нам очень сильно поможет. То есть даже элементарно, как обращаться с оружием. Также нам помогли занятия альпинизмом. Для меня это было просто восхитительно, потому что залезть на эту высоту и так далее. Вдруг, может, кто-то будет дальше этим заниматься, он уже знает. Даже кое-кто у нас в коллективе переборол страх высоты и залез. Кроме полезных знаний, воспитанники «Импульса» приобрели огромный опыт общения и новых друзей. Побывали на интересных экскурсиях. В лагере было четыре роты, из которых три роты – это были мальчики и одна рота – это девочек. В самом начале мы с девочками как-то не очень познакомились, много подружились. Было такое, что у нас были разногласия, ссоры. Но потом, на второй-третий день уже мы со всеми познакомились благодаря разным мероприятиям, которые там были или каким-то урокам. Мы познакомились, мы стали одной большой и дружной семьей. На открытии лагеря мы показывали нашу агитбригаду. Я новый участник и очень волновалась. А после к нам подошел заместитель главы администрации города Владимир и в качестве поощрения отправил нас на экскурсию в Суздаль. Мы посетили множество музеев, монастырей, церквей. Запомнился ребятам и последний день отдыха. Было грустно и совсем не хотелось уезжать, признаются они. У нас было торжественное закрытие. В закрытии я рассказывала стих с Киффой Александр Блок. Нам давали грамоты за участие в разных конкурсах. Я и Ангелина Воробьева нам дали грамоту за участие. Мы рисовали рисунок «Что такое подвиг?». Последний день, когда мы уже все разъезжались, мы очень расстроились, потому что очень хотели остаться. Мы нашли там очень много друзей и не хотелось расставаться с ними. Руководители театрального коллектива «Импульс» уверены, что их воспитанники стали более дисциплинированными, ответственными, самостоятельными и получили бесценный опыт, который обязательно пригодится им в жизни. Орлята учатся летать. И на самом деле, ведь прописная истина. Хочешь узнать человека – отправься с ним в путешествие. А если не в путешествие, то съешь с ним хотя бы, ну не пуд соли, хотя бы щепотку этой соли. Я думаю, что у детей это все получилось. Но ведь это только часть коллектива. Это всего лишь 9 человек. И я надеюсь, что этот опыт, который они взяли, впитали в себя как губка, обязательно они поделятся со всем коллективом, потому что мы радовались за них, мы переживали за них. И я всегда повторяю, это маленькая часть, но это не весь коллектив. А в нашем коллективе, я думаю, что-то должно позитивно сдвинуться и измениться, потому что не прочувствовав, не покажешь и не расскажешь. Все ребята были приняты в ряды юнормейцев, дали клятву и увезли домой вместе с сувенирами, эмоциями и впечатлениями новенькие юнормейские береты.